Всем огромный привет! И сегодня мы с Ярославой Слава Бьюти Тип снимаем для вас видео косметики Тарт. Она поделится с вами, скажем так, первыми впечатлениями об этой косметике. А я как, даже не знаю как себя назвать, наверное, как старичок, который уже давно пользуется этой косметикой. Получается, наверное, уже больше двух лет. Конечно, что-то у меня уже закончилось. Расскажу вам, что мне нравилось, что мне нравится сейчас. И давайте быстрее, наверное, приступим. И начну я, конечно же, с минеральной основы. Я уже рассказывала о ней в своих фаворитах за последнее время. Но расскажу еще раз, потому что, возможно, кто-то не смотрел это видео. И так вот, буквально в двух словах. Эта основа, сразу же скажу, подойдет больше для нормальной комбинированной кожи. Для жирной, думаю, что нет, потому что все-таки она не особо долго держится на лице. Она как-то особо сильно не матирует. Да, она отлично подойдет для нормальной комбинированной. Будет держаться на лице, ну, часов 5-6 без всяких, скажем так, поправлений. Но потом все-таки придется либо пройтись салфеткой матирующей, либо обнають эту пудру. Мне она нравится, потому что она подходит идеально для моего типа кожи. Она не дает полного покрытия, как здесь написано. Но легкое и среднее вполне. То, что мне нравится, то, что я люблю. Конечно, огромный плюс это ее упаковка. Она очень красивая, очень удобно набирать пудру. Но, опять же, удобно набирать только конкретной кистью. Не любая кисть сюда подойдет. Поэтому, да, эта пудра мне нравится, я ей пользуюсь. И буду продолжать пользоваться. У меня она в двух цветах. Вот я открыла только один. Другая пудра у меня еще лежит в закрытой упаковке. Про пудру, да, закончили. Также у меня есть пудра вот такая вот компактная. И, к сожалению, она мне не очень понравилась. Сейчас скажу почему. Я не помню, какое у нее название. Я постараюсь найти ее на сайте Sephora, либо на официальном сайте. Я, наверное, даже не буду как-то ее очень близко показывать, потому что она такая уже не очень красивая. Дырочка здесь у меня уже есть. То есть она практически ничего не делает с лицом. Она особо не придает ни тон, она и не матирует. Ну, то есть мне показалось, что это какая-то бесполезная вещь. Да, если, например, вы ищете на лето что-то очень легкое, незаметное, то, скорее всего, подойдет. При этом, если кожа у вас нормальная, она не чернится в Т-зоне. Если уже у вас комбинированная кожа, жирная, то она вам ничего совершенно не сделает. Но летом я ей активно пользовалась. Но, опять же, была не очень довольна покрывающей способности. По-моему, у нее есть SPF 15, если не ошибаюсь. Кстати, у минеральной основы SPF 20, если, опять же, я не ошибаюсь. Далее я вам покажу вот такую вот палетку. Я уже показывала ее в покупках, по-моему. Это палетка с их бестселлерами. Это их известный бронзер, румяна и хайлайтер. Скажем так, когда я ее получила, я думала, что эта палетка станет самой моей любимой, прелюбимой. Я буду ее пользоваться каждый день. Но, на самом деле, я ее не так сильно полюбила. Жду, конечно же, каких-то отпусков лета, когда я возьму ее с собой. Потому что она очень удобная, она компактная. Поэтому летом я, безусловно, возьму ее с собой. Что касается бронзера. Да, он очень красивый, натуральный. Но вот у меня появился бронзер от Gucci. И как бы все. Я про остальные бронзеры забыла. Потому что все другие бронзеры мне кажутся какими-то темными, рыжими, еще какими-то. А вот бронзеры от Gucci мне просто идеально подходят. По крайней мере, сейчас, когда лицо у меня очень светлое. И все остальные бронзеры на мне кажутся такими темными-темными. В том числе и этот. Что касается румян. То, да, румяна классные, суперские. Но у меня их много других, да, именно в таких полноценных версиях. Я этим особо не пользуюсь. Ну, наверное, храню больше для лета. И хайлайтер. Хайлайтер вообще как-то меня особо не впечатлил. Ничего особенного. Потому что у меня много других хайлайтеров. Ну, в принципе, качество на высоте. Вообще, качество Tarte просто отличное. Все продукты пигментированы. Они долго держатся. Они очень красиво смотрятся на лице. Это просто... У меня просто много всего. Поэтому, знаете, я уже ко всему, наверное, придираюсь. Но, в общем-то, палетка отличная. Да, и цвета красивые, универсальные. И румяна очень красивая. Но, вот, опять же, у меня много всего остального. Поэтому пока что я и не особо пользуюсь. Не особо часто. Но, опять же, летом оно точно будет в моей дорожной сумочке. Теперь давайте перейдем к румянам. Это, конечно же, их бестселлер. И все любят румяна от Tarte. Потому что они просто отличного качества. Они хорошо наносятся, долго держатся. Они действительно долго держатся. Да, то есть, когда обычно говорят о румянах, они долго держатся. Вряд ли они имеют в виду румяна от Tarte. Потому что они действительно... Вот ты утром их нанес, и до вечера они у вас останутся на щечках. Вот настолько хорошие продукты. Действительно, вот он делает то, что заявлено на упаковке. Написано, что они должны держаться 12 часов. Это действительно так. Они столько держатся. Первые румяна, которые у меня появились, это румяна в оттенке Doll Face. Это до сих пор мой самый любимый цвет. Самый любимый оттенок розового. Вообще, уже тут все стерлось, и такая дырочка знатная образовалась. Классные румяна. Они очень хорошо освежают. Это вот те розовые, которые мне действительно идут, которые мне нравятся. Я, как правило, их тоже многим советую. Потому что, ну, потому что, мне кажется, они всем подойдут. Они очень красивые. На самом деле, когда ты их, скажем так, делаешь с вочи, они какие-то не особо яркие получаются. Не особо как будто пигментированные. Но на щечки они переносятся просто отлично. Это, кстати, огромный плюс, когда румяна. И вообще, когда какие-то продукты пигментированы, их неудобно наносить на кожу. Вот, да, будь то, я не знаю, бронзер, либо румяна, либо хайлайтер. Вот здесь какая-то умеренная пигментация. Очень удобно наносить их. И в то же время, мне нравится то, что их можно наслаивать. Сразу же наносишь какое-то яркое пятно, а именно наслаиваешь. Долл фейс. Вот, всем советую. Следующий румяна называется Дазл. Это более такой натуральный оттенок розового. Такой розово-бежевый. Опять же, я его показывала в фаворитах за последнее время. Вот он самый такой нейтральный, самый натуральный. И вот он-то, скорее всего, вот совершенно всем подойдет. По-моему, он даже их бестселлер, насколько я помню. Точно такое же качество. Они супер пигментированы. Единственное, если вот этот вот Долл фейс, это полностью матовый румяна, то в этих присутствуют такие явные золотистые блесточки. Именно блесточки, а не шиммер. Но когда вы наносите их на щечки, когда вы их переносите на, скажем так, на кожу, эти блестки куда-то рассыпаются, румяна становятся полностью матовыми на ваших щечках. Что-то я очень много говорю, одни и те же слова. Тоже красивый цвет, тоже им очень часто пользуюсь. Например, когда я не знаю, какой румянец мне подобрать. Например, когда какие-то активные у меня смоки на глазах, и на самом деле не любые румяны подойдут, то я, как правило, использую именно вот этот вот цвет. И последний румяна от Tarte у меня называется Blushing Bright. Это такой яркий розово-фиолетовый, наверное. Я обожаю такие вот фиолетовые румяна с фиолетовым подтоном и помады точно такие же люблю. Качество, опять же, на высоте, долго держится, отлично наносится, хорошо растушевывается. Вот все те же самые характеристики могу дать, но здесь еще больше блесток разных и еще больше шиммера. Вот здесь уже он виден, и не надо использовать даже какой-то хайлайтер поверх. Очень красивый румяна, тоже их очень люблю. Также у меня были кремовые румяна. Я, кстати, ссылку на видео прошлое, наверное, снимала его полтора года тому назад, оставлю в инфобоксе где-нибудь вот здесь, чтобы вы могли посмотреть, потому что у меня было очень много всего. Так, также у меня была тушь, это просто отличная тушь, она в такой, знаете, синенькой упаковке. Знаю, что еще есть золотой, но мне очень понравилась синяя. Она прям вот идеальная для моих ресниц, она их разделяет и придает хороший объем и удлиняет. И вот, если сейчас вспомнить мою любимую тушь, то, да, Tarte одна из любимых моих туши. По-моему, да, по-моему, у меня больше ничего не было, хотя, возможно, забыла, поэтому ссылку я, конечно же, оставлю в инфобоксе на это видео. Ну что, я рассказала о всей своей декоративной косметике от Tarte. Я надеюсь, что это видео вам понравилось и, возможно, я вас заинтересовала какими-то продуктами. Кстати, забыла сказать, что эта косметика, ну, скажем так, не полностью натуральная, но отсутствуют очень многие вредные ингредиенты, там фосфаты, сульфаты, парабены, минеральное масло и все такое самое вредное здесь отсутствует. Поэтому, кто за натуральную косметику, то советую, конечно, к ней тоже присмотреться. Это, конечно же, не 100% Pure, не RMS Beauty, но все же она уже так больше приближена именно к натуральной косметике. И, конечно же, не забудьте перейти на канал Ярославы, узнать о ее мнении, потому что это действительно интересно узнать о мнении двух людей, об одном и том же продукте, потому что все мы разные, всем разные подходят. Поэтому давайте все вместе перейдем на ее канал, а я с вами буду прощаться. И всем пока, и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok